Здравствуйте! Почему я решил внепланово снять это видео? Потому что появилась возможность людям с невысоким доходом, буквально всем, кто понимает значимость для здоровья потребления живой воды, точнее воды, которая обладает нужными для организма, для наших клеток и органов физико-химическими свойствами, покупать то, что во много раз дешевле приборов, создающих такую воду, растянув на это свои расходы во времени и не обременять себя высокими разовыми тратами. Более того, есть даже определенные преимущества, но о них в сравнении с приборами я расскажу вам в конце этого видео. Только для нетерпеливых наперед скажу, что ссылки на все то, о чем я сейчас вам буду говорить, будут даны мною под этим видео, которое вы сейчас смотрите, впрочем, как и всегда. А перед тем, как я расскажу вам про этот минеральный пакетик, что это такое, зачем, почему, как работает, продемонстрируем видео с замерами и так далее, мне просто необходимо для новых, в первую очередь, зрителей, да и вообще напоминание всем сказать следующее. Зачем и кому нужна водородная вода вообще? Что это такое? Что такое избыточный молекулярный водород в воде? Предостеречь вас, чтобы вы не покупали дешевые и опасные приборы по генерации водорода и свободных электронов. Объясню, чем они отличаются от качественных и безопасных. И уже в конце видео, это будет условно вторая часть, как раз расскажу то, что является главной темой данного видео. А зачем и кому вообще нужна водородная вода? Что это такое? А она нужна всем, несмотря на то, что многие это не понимают. Почему? Дело в том, что в наши дни искусственной химической жизни организмы людей и животных подвергаются воздействию свободных радикалов и окислению в десятки раз больше, интенсивнее, чем 30, и тем более там 70-100 лет назад. И если раньше центры сверхдолгожителей, а их было на планете 7-8, в которых люди жили на 40-50 и более лет дольше, чем другие иные представители тех же народов, были именно и только в тех регионах и конкретных селах, маленьких точках на карте планеты, где вода, которую они пили из источников, обладала, как это проверялось и теперь доподлинно известно, именно теми физико-химическими свойствами, которые были близки к параметрам, нужным для здоровой жизни клеток и тканей нашего организма. А вредных свободно-радикальных воздействий в те годы и в тех местностях на организмы людей почти не было. Но теперь и мест с такой природной водой уже не существуют, изгадили природу. Как и нет здоровой среды обитания и мало здоровых продуктов и много других вредных факторов, воздействующих на организм негативно. Потому сейчас в наши дни никому не обойтись, чтобы быть здоровым и прожить дольше, бодрым человеком без сильной антиоксидантной защиты. Помочь решить очень много проблем со здоровьем может именно водородная вода. Я дам вам ссылку на одну очень любопытную и удивительную передачу на российском телевидении, которую каким-то чудом пропустили в эфир, где впервые с экранов телевидения врач профессор Медведев из МГУ сказал простую научную истину. Всего лишь правду о водородной воде, о молекулярном водороде. И пояснил, что это за вода, как она работает и почему это абсолютно научная истина. Ссылку на это видео я тоже вам оставлю. Но кратко сейчас скажу лишь то, что водородная вода есть вода, в которой временно находится избыточное количество молекулярного водорода H2. То есть не просто формула H2O, а свободный водород H2. Именно этот молекулярный водород способен забирать и нейтрализовывать свободный и активный кислород и самые страшные оксиданты – гидроксильные радикалы, которые образуются в результате различного воздействия на наш организм, о чем я уже говорил многократно. Эти свободные радикалы разрушают наши клетки, повреждают ДНК и организм в целом. Таким образом, водородная вода, молекулярный водород убирает оксидативный стресс у клеток организма, который, действуя постепенно, приводит к быстрому старению организма и накоплению ошибок при делении клеток, что в конечном счете приводит к раку. Потому водородная вода – это еще и антираковая защита. А безопасно ли питье водородной воды? А как вы сами-то думаете, если в результате этой реакции в организме образуется простая вода H2O? Итак, послушайте ученого, ссылку дам. Посмотрите все те видео. Это очень важная тема, которые о воде я оставлю вам под этим моим видео. И еще около 100 научных публикаций каждый год сейчас выходят, доказывающих уникальные защитные свойства молекулярного водорода и водородной воды. Я оставлю вам ссылку на папку, тоже изучите, кому будет интересно и не лень. А что лучше всего решает проблему получения для постоянного питья вот этой водородной воды? Это генераторы водородной воды и свободных электронов. Это вообще отдельная тема, то есть показатели ОВП, водородные показатели и так далее. Да, не все могут купить качественный и главное, самое главное, безопасный для здоровья персональный генератор водорода и свободных электронов. Не говоря уже о проточных дорогих моделях. А дешевку, на которую клюют глупцы. Не все глупцы, а те, кто гордо при этом предъявляет претензии. И пафосно с интонацией победителей, пишущие под видео о том, как они заказали то же самое. И якобы то же самое, только в разы дешевле. С Алиэкспресс. Или откуда-то еще. Я много десятков раз, уже лет 10 предостерегаю. Нельзя покупать где бы то ни было. Эту дешевку, вот кому дорога жизнь и здоровье, нельзя больно осознавать, что те, кто считают, что они хитрее и умнее всех и купили на грош пятаков, себя просто убивают. Хотя бы тем, о чем я много раз уже в своих видео говорил и повторю теперь вновь сейчас вот. Что если мембраны, электролизные пластины приборов генератора водорода, которые и генерируют, грубо говоря, молекулярный вот этот свободный водород. Если они не покрыты платиной, да еще в несколько слоев, а не номинально, фиктивно микронапылением, для бумаги, так сказать, для документов. Чтобы можно было продавать и писать, что мол вот покрыто платиной. Потому что грамотность средненаселения растет и это уже люди начинают спрашивать. Так вот тогда при электролизе ионы этих металлов, всех из которых состоят эти электролизные пластины, скажем. Причем абсолютно любых металлов поступают в воду, а уже с ней в организм любителей такой халявы. Причиняя непоправимый вред здоровью, да, не сразу, но постепенно это обернется бедой. Запомните этот факт. Ни нержавейка, ни даже титан, тем более ни алюминий не подходят для безопасного получения водородной воды. Не бывает чудес. В производстве, в бизнесе все всегда адекватно с затратом. Дешевые затраты, дешевая конечная цена. Дорогие затраты, дорогая конечная цена. Только платина, идущая на напыление электролизных блоков, которые реально покрыты дорогие качественные приборы, вот идущие на напыление этих блоков в разы выше, чем готовые цельные дешевые приборы. Именно этим и обусловлена цена действительно безопасных для здоровья приборов. Именно поэтому я профессионально всю жизнь занимаюсь водой и продаю только такие приборы, уже их шестое поколение, которые через годы эксплуатации не будут травить вас тяжелыми металлами. Здесь самое главное безопасность. Самый лучший персональный генератор водорода и свободных электронов в данное время это Неопен. И вот этот. А из проточных Аквадок. И вот этот. Ссылки на них будут в описании под этим видео. Ну что ж, дорогие товарищи, а теперь самое главное. Что же это за такое чудо минеральный треугольник, пакетик фирмы Биосера, производства Южной Кореи? Это покруче, чем так называемая коралловая порошок, коралловая вода. Почему? Эти сферы, эти шарики состоят из многих специально подобранных в определенной пропорции минералов. Они преобразуют обычную воду в живую воду, которая приобретает особые физико-химические свойства. ОВП в минус. ОВП это окислительно-востоятельный потенциал. Это способность молекул отдавать или принимать электроны. По сути, это свободная энергия. Все клетки, межклеточная жидкость, все ткани организма. Вся вода, которая находится в межклеточном пространстве, в клетках организма нашего, заряжена отрицательно. Так уж устроила природа. Мы пьем воду из-под крана, положительно заряженную, из бутылок, там неважно откуда. Источники, где вода отрицательно заряженная, в природе сейчас их почти не осталось. Напоминаю, что они были когда-то в тех местах, где как раз были центры сверхдолгожителей. Почти никакие родники не обладают отрицательным зарядом. Сейчас будет перед вами продемонстрированный замер. Итак, берется два стакана, наливается вода. Исходная вода ОВП, плюс 50-51 милливольт. А водородный показатель, то есть тот самый pH воды, кислотно-щелочность среды, да, 6,5. То есть чуть слабо кислая, ближе к нейтральной. Напомню, что pH наших сред организма почти всех, кроме тех, которые имеют дезинфицирующие свойства, везде среды щелочные. Спинномозговая жидкость, ликвор, кровь, лимфа. А некоторые сверхщелочные, например, панкреатический сок там 8,6. Поэтому воду в плане pH, конечно, желательно пить щелочную. Либо просто есть те продукты, которые защелачивают, да, то есть зелень в первую очередь. Но вот прошли 5 минут обработки воды. Ну, то есть когда пакетик данный с минералами лежит вот в этом стакане. Соответственно, замеры ОВП метром продолжаются, и мы видим уже минус 65 милливольт. То есть на 116 единиц сдвинулся показатель ОВП в отрицательную сторону. Но у нас в основном в межклеточном пространстве клетки заряжены минус 20-40 милливольт. Поэтому нам надо хотя бы минус 50-60, чтобы нейтрализовать положительные заряды, поступающие в любом случае с какой-то водой, из пищи к нам в организм. Желательно минус 100 милливольт и больше. Но чем дольше этот пакетик находится в воде, то есть не 5 минут, скажем, а 10, там будет уже показатель, допустим, минус 100 и более. Конечно, все еще зависит от исходной воды. Да, и водородный показатель был у нас 6,5 pH, вы помните, а стал 10 практически. Ну, то есть щелочная вода, да. Естественно, в большем объеме она не будет 10, она будет 8-9. Итак, свойства данного треугольника с минералами таковы. Во-первых, он очень долговечный. Три месяца эксплуатации – это гарантия. При том, что вы будете делать примерно 2 литра, вот, обрабатывать воды в сутки. Это очень много. Посчитайте на рубли, сколько это за день. Это там вообще копейки. На момент записи я подчеркиваю, на данный момент, кто знает, какой будет курс и так далее. Впоследствии сейчас цена 2400 рублей. На месяц это, соответственно, сколько? Там 800 рублей. Но его можно использовать даже 6 месяцев подряд. Правда, там показатели будут намного меньше, но все же будут. Кто-то спросит, а вот этот пакетик – это же синтетический материал. Да, на него есть экологический сертификат. Но лично я как бы советовал делать. Просто пакетик отрезать, высыпать. Кувшин, допустим, ну, скажем, 2 пакетика или 3, смотря какого объема кувшин. Сколько вам воды надо в день, какова семья, сколько человек, ну, потребности посчитать. Ну, вот 2 литра на 3 месяца гарантия, да? В день 2 литра имеется в виду. Обрабатывать за одну, так сказать, единицу времени единовременно. Я советую пол-литра воды одним пакетиком. Как уже было сказано, 5 лучше 10 минут. А после 3 месяцев просто он меньше будет защелачивать. Но ОВП все равно в минус будет идти, что очень важно, да? Если вы собираетесь хранить долго, не каждый день подливать воду, использовать, то тогда высушиваете эти гранулы и убираете в герметичные какие-нибудь коробки. Да, теперь про экологичность. Значит, есть такой NSF, американская организация по тестированию и сертификации продукции. Именно эта компания в Америке отвечает за выпуск любых товаров на американский рынок. NSF 42 это так называемый золотой стандарт сертификации фильтров. Есть еще протокол соответствия USFDA. FDA это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ну, не буду перечислять все, скажу, есть еще, например, сертификат вот этот. Это Международная ассоциация по контролю качества воды, которая была основана в 1974 году. Так вот, компания Биосера, которая производит данные пакетики, ну, гранулы, да? Является членом этой организации. В общем, насчет сертификаций тут все очень серьезно. И вообще, кто не в курсе, вот эта Биосера компания, это мировой лидер в области биокерамики. Вот как раз вот эти шарики, которые сделаны из разных минералов. И, кстати, тесты на безопасность пройдены по 183 пунктам. В Национальном институте стандартов США, да, ну и, конечно, в любых европейских странах тоже были пройдены, соответственно, национальные свои сертификации. Давайте подведем итог, что делают эти пакетики. ПАЖ воды делают щелочной. Отрицательный заряд ОВП, то есть ионизация происходит. Есть. И самое главное, в воде увеличивается концентрация молекулярного водорода H2. А вот посмотрите, как в воде, обработанной данной биокерамикой, возникает концентрация молекулярного водорода до 82 единиц. То есть мы видим, что генерация идет. Да, конечно, не так много и сравнивать это нельзя с персональными и тем более проточными генераторами водорода. Однако, хоть что-то, но мы и говорим о совсем других деньгах и таких при этом возможностях. А теперь представьте, что обработанную воду после этой биокерамики прогенерировать, скажем, в стаканах вот этих персональных генераторах водорода и свободных электронных что будет, будут фантастические показатели, плюс щелочная вода, плюс органические минералы, в том числе редкие, ценные и нужные. Ну и четвертым пунктом можно сказать, что действительно происходит насыщение воды минералами, какими? Конечно, в хилатной форме, органической, иначе бы я это не продавал. Воду изначально, вы спросите, какую лучше брать? Самый лучший вариант – это дистиллированная вода, потому что она лучшим образом набирает в себя из сырья минералы. И к тому же дистиллированная вода, ну либо после обратного осмоса, то же самое, не содержит различной соли металлов, минералы в неорганической вредной форме, да, и это очень хорошо. Поэтому воду надо брать такую, в идеале изначально, и она будет меняться по этим четырем главным показателям. Вообще у меня есть видео, посмотрите его, оно о том, какие вообще существуют физико-химические свойства воды, какие важны и так далее. Да, хочу немного о минералах вам сказать. Вот вы видите, что помимо банальных, хотя тоже важных минералов, хотя тут и гематиты, кремнезиомы, кварцы и так далее, но в составе этой биокерамики есть магнетит. И вот именно свойства лечебные магнетита признает официальная медицина. И применяются эти минералы в медицине для подавления воспалений, в том числе женской половой сферы, восстановления тканей при псориазах, переломах, язвах, ожогах. Признана также эффективность магнетита при артериальной гипертензии, суставной боли, при склерозе. А также применяется он для нормализации работы нервной системы. Ну и есть еще минерал циркон, входящий в состав. Это уже отдельная тема. В общем, прочтете, если будет интересно. Да, и подробная информация по ссылке будет. И вы увидите товар, который называется минеральный пакетик с биокерамикой. Ну, соответственно, нажмете мышкой, попадете на наш сайт nadgar.ru, прям под этот товар, и там подробно можете все почитать. Ну и выводы такие. Для кого-то, конечно, это будет гораздо экономичнее покупать, скажем, на 3 месяца платить 2 400, ну или там в 2 раза больше 4 800. Для большего объема получения воды. И менять раз в 3 месяца, ну либо в 4, в 5, в 6 в крайнем случае. Тем более, что любые персональные генераторы водорода и свободных электронов, а также проточные системы, аналогичные. Ну, которые, конечно, еще в разы дороже, чем персональные генераторы. Они не меняют PH воды. Потому что современные протоннообменные мембраны, вот эти технологии, они абсолютно не меняют этот показатель. Ну, в отличие от старых электролизных систем, когда вода становилась действительно более щелочной. Ну, это, конечно, не главное. Главное, еще раз, водород. На втором месте ОВП. На третьем тогда уже PH из этих показателей. И четвертое это вот минерализация, обогащение органическими минералами, в том числе очень важными и ценными. Которые, кстати, из пищи, ну вот получить, ну, практически невозможно. А кто-то скажет, а можно применять и водородную воду, и эти пакетики? Конечно, тогда советую так сделать. Сначала насыщаете воду, вот, соответственно, через эти пакетики, потому что там и минералы будут. Допустим, берете осматическую воду, ставите пакетики минут на 5-10. Потом заливаете эту воду в генератор водорода. Если мы говорим о персональных генераторах, стаканах, так называемых, например, лучший из них, конечно, это Неопен. Либо вот второй вариант. Соответственно, залили, прогенерировали и петь. Тогда, конечно, показатели будут все выше. Да вода еще плюс к тому будет щелочной. То есть, ну вот, тоже вариант. И еще очень важное видео, которое я советую вам посмотреть, это отзывы людей, которые пользовались нашими приборами еще два поколения приборов назад. То есть, сейчас более совершенные технологии. Да, и какие преимущества новой модели от предшествующей, тоже очень хорошей, у нас на сайте тоже расписаны. Ну, под этим прибором Неопен новым. Так что выбирайте. Соответственно, вот эта биокерамика, персональный генератор водорода и свободных электронов, что, конечно, лучше всего. Самое лучшее, ясное это и удобно просто. Это система, которая в реальном времени за несколько секунд дает вам воду любого объема с этими свойствами. Это, конечно, вот Аквадок и его аналог, вот этот корейский, который вы видите на экранах сейчас. И ссылки на все эти приборы я оставлю вам под этим видео. И каждый для себя и по своему разумению кошельку сможет приобрести то, ну, что будет вот понимать и желать и иметь возможность. Полагаю, данное видео было вам полезным. Вы подчеркнули для себя много ценной и важной информации. Ну, все как есть. Сделаете соответствующие выводы. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ. С вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok